Приветствую на канале Мавк Инструкции. В этом видео я покажу основные моменты, которые нужно знать про кошелек MetaMask. Как его установить, как пополнить баланс и совершать транзакции, какие настройки в нем выставить, в общем, как подготовить MetaMask к работе. В описании видео есть тайм-коды. Если вас интересует конкретная функция кошелька, переходите сразу к ней. Начнем с установки кошелька. Открывая официальный сайт metamask.io, ссылка есть в описании, нажимаю на синюю кнопку Download. Здесь вы берете версию для установки, в зависимости от браузера или смартфона, на котором вы собираетесь пользоваться кошельком. Я покажу установку на примере браузера Chrome. Нажимаю установить для Chrome. Открывается страница в интернет-магазине. Нажимаю установить. Во всплывающем окне нажимаю установить расширение. Жду, пока скачается файл и установится расширение. При завершении установки автоматически откроется стартовая страница MetaMask и появится иконка расширения. Нажимаю начать. Если вы уже пользовались MetaMask, нажмите импортировать кошелек. Вам потребуется ввести секретную фразу. Я же нажму создать кошелек, чтобы показать, как его создавать. Дальше MetaMask предлагает поучаствовать в программе улучшения работы кошелька. По условиям этой программы, MetaMask будет отправлять анонимные данные о страницах, на которых вы используете кошелек, и о действиях на этих страницах. Соглашаться на участие в этой программе не обязательно. Если нажать «Нет, спасибо», то вы все равно сможете создать кошелек. Если вы уже установили и хотите отключить эту настройку, я покажу, как это сделать чуть позже в разделе «Настройки безопасности». Задаю пароль. Его нужно сохранить, так как по нему в дальнейшем вы будете входить в MetaMask. Ставлю галочку, что согласен с условиями пользования, и нажимаю «Создать». Дальше важный момент. Кошелек показывает секретную фразу. Лучше всего записать ее отдельно на бумагу, либо в текстовый файл, и этот файл хранить на флешке или в облаке с двухфакторной авторизацией. Эту фразу никому нельзя показывать. Тот, кто ее узнает, сможет получить доступ к вашему кошельку. Она выглядит вот так. Я ее показываю для примера, так как этот кошелек больше не буду нигде использовать. Сохраняю эту фразу и нажимаю «Далее». Нужно подтвердить, что вы записали секретную фразу и расставить слова из этой фразы в правильном порядке. Нажимаю «Завершена». Итак, мы установили кошелек MetaMask. Чтобы показать настройки, я перехожу в другой кошелек. MetaMask можно пользоваться в окне или в полноэкранном режиме. При работе его удобнее использовать в окне, но для видео удобнее показать его на весь экран. Нажимаю на три точки справа от названия аккаунта и выбираю «Развернуть». Интерфейс и расположение всех настроек не поменяются. Как пополнить кошелек? В MetaMask вы можете создать несколько счетов внутри кошелька. У каждого из них будет отдельный адрес для пополнения. Нажмите на название счета, чтобы скопировать адрес. Если удобнее отправлять по QR-коду, можно нажать на кнопку «Бай» и выбрать прямое пополнение. Отправьте эфир на этот адрес и кошелек будет пополнен. Если у вас есть другие кошельки, то вы можете подключить их и использовать при помощи MetaMask. Тогда пополнять счет не понадобится. Есть два варианта. Можно импортировать другой кошелек по закрытому ключу или файлу хранилища. Тут зависит от кошелька, который вы хотите подключить. Можно подключить аппаратный кошелек Ledger или Trezor. Как добавить токены? Изначально у вас в кошельке отображается только баланс эфира. Когда вы начинаете использовать токены, некоторые из них не отображаются в балансе автоматически. Например, если вы купили токен на децентрализованной бирже, транзакция успешно прошла, то это не означает, что баланс токена будет отображаться в кошельке. Чтобы он отображался, нужно добавить его вручную. Нажимаю «Добавить токен». Например, я хочу добавить компаунд. Ввожу комп, выбираю из вариантов нужный мне, нажимаю «Далее» и «Добавить токена». Теперь баланс компаунд отображается в метамаске. Если поиск не находит нужный вам токен, можно перейти во вкладку «Пользовательский токен» и найти его по адресу смарт-контракта. Адрес лучше всего взять на официальном сайте проекта. Обычно так приходится делать с малоизвестными токенами. И обычно адреса смарт-контракта достаточно, остальные параметры заполняются автоматически. Если этого не происходит, то их также можно узнать на сайте проекта, токен которого вы хотите добавить, у разработчиков токена, либо на сайте обозревателя блокчейна Etherscan. Ссылка есть в описании. Например, открываю Etherscan и топ ERC20 токенов. Выбираю ЮНИ. Это адрес смарт-контракта, который нужно скопировать и вставить. А это значение decimals, то есть количество десятичных разрядов. У ЮНИ оно равно 18. Под символом токена кошелек имеет в виду его тикер, в данном случае ЮНИ. Как перевести эфир или токен из кошелька? Чтобы сделать перевод, нажимаю «Отправить». В этой строке ввожу адрес, на который нужно отправить монеты. Его можно добавить в адресную книгу. Тогда этот адрес будет отображаться под строкой ввода адреса. Удалить его можно в настройках в разделе «Контактс». Если нажать «Перевод между своими аккаунтами», можно перевести монеты с одного счета на другой внутри кошелька, включая импортированные кошельки. Так как у счетов разные адреса, за такие транзакции нужно заплатить комиссию, как за обычные переводы. Во вкладке «Актив» выбираю, что хочу отправить. Ввожу сумму. Далее мне нужно выбрать комиссию. MetaMask предлагает три варианта. Чем выше комиссия, тем быстрее пройдет транзакция. Если нажать «Расширенные настройки», то можно ввести комиссию вручную. Если сравнить три варианта с теми, которые предлагает трекер газа на сайте Etherscan, ссылка на него есть в описании, то мы увидим, что MetaMask зачастую показывает комиссию выше. Поэтому для экономии можно брать комиссию с трекера газа. А если нужно срочно провести транзакцию, можно указать цену чуть выше, чем в трекере и в MetaMask. Нажимаю «Сохранить», чтобы выбрать свою комиссию. Чтобы отправить транзакцию, нажмите «Далее» и «Подтвердить». А сейчас покажу несколько настроек, которые желательно включить. После этого можно считать, что вы полностью настроили MetaMask и готовы к работе. Начнем с раздела «Продвинутый». Нажимаю на иконку профиля, нажимаю «Настройки», выбираю «Продвинутый». Строка «Продвинутый контроль газа». При помощи этой настройки вы будете контролировать размер комиссии, которую платите при транзакциях. Комиссию можно будет задать сразу, без перехода в расширенные настройки. Включаю эту опцию и снова пробую отправить транзакцию. Теперь строка, где можно ввести цену и лимит газа доступна сразу. Можно просто ввести свою цену и нажать «Далее». Следующая настройка «Customize Transaction Nonse». Включаем ее. Теперь мы можем вручную задавать нонс число для транзакций. Оно понадобится, чтобы отменить или ускорить зависшую транзакцию. Мы записали отдельное видео на эту тему, ссылка есть в описании. Далее. Таймер автоматического выхода из кошелька. По умолчанию, выход из кошелька происходит только при закрытии браузера. Здесь можно задать время, спустя которое Metamask будет автоматически выходить и просить повторно ввести пароль. Например, ввожу 30 минут и нажимаю «Сохранить». Теперь, если я 30 минут не пользовался кошельком, он попросит повторно ввести пароль. Теперь вы можете быть спокойны, если кто-то получит доступ к вашему компьютеру, так как ему еще нужно будет знать ваш пароль. В настройках Metamask есть раздел «Основное». В нем можно изменить следующие пункты. Конвертация валюты. По умолчанию баланс пересчитывается в доллары. Вместо долларов можно выбрать рубли, другую фиатную валюту или криптовалюту. Например, если мне удобнее рассчитываться в рублях, то я выбираю их. И теперь вся криптовалюта на всех счетах Metamask пересчитывается в рубли. Включая комиссии, которые вы платите за транзакции. Тут просто выбирайте, как вам удобнее считать. В долларах, в рублях или других валютах. Основная валюта. Тут мы выставляем, в какой валюте будет отображаться баланс в первую очередь. Например, при открытии списка счетов. По умолчанию это эфир. Можно заменить на ту валюту, в которую пересчитывается баланс. Для этого выбираю валюта. Теперь баланс написан не в эфире, а в рублях. Здесь также выставляете те настройки, которые удобнее лично вам. Если важнее видеть, сколько стоит ваша криптовалюта, а не сколько у вас криптовалюта, то выбирайте валюта в настройках. Мне, например, удобнее видеть баланс в криптовалюте. Поэтому я возвращаю настройки на эфир. Использовать блоки с IDENTCOIN. Это формат иконки адреса в правом верхнем углу. Если ее включить, то у вас будет уникальная иконка на основе вашей секретной фразы конкретно этого формата. Ни на что больше не влияет, просто иконка профиля будет сделана по тому же принципу, как и во многих других кошельках, например, в Майктер Волит. Далее, настройки безопасности. Если при создании кошелька вы согласились передавать данные о страницах, на которых вы используете MetaMask, то вы можете отключить эти настройки. Открываю настройки, раздел «Безопасность и конфиденциальность». Внизу есть слайдер «Участвовать в MetaMetrics». Это та самая программа, на участие в которой мы соглашаемся или не соглашаемся при создании кошелька. Если вы не хотите в ней участвовать, просто переключите этот слайдер, и MetaMask не будет собирать информацию о том, на какие сайты вы заходите и что на них делаете. Остальные настройки в разделе «Безопасности» лучше не изменять. Показать ключевую фразу. Если нажать сюда и ввести пароль, то можно посмотреть свою секретную фразу. Если вы потеряли носитель с секретной фразой, то ее можно найти здесь. «Show Incoming Transactions». Это настройка уведомлений о входящих транзакциях. По умолчанию она включена. Например, когда вы пополняете кошелек, появляются уведомления. Если вы не хотите получать уведомления о поступлениях на счет, можно ее выключить. Я же оставлю ее включенной. «Use Phishing Detection». Эта настройка выводит уведомления, если вы заходите на фишинговый сайт. Оставляем включенной. Настройки аккаунта. Чтобы их открыть, нажмите на три точки справа от названия аккаунта. Они актуальны только для выбранного аккаунта внутри метамаска. То есть сейчас я буду менять настройки аккаунта 1, и они не распространяются на аккаунт 2. Строка «Connected Sites». Когда вы заходите на сайты блокчейн-проектов и подключаете к ним кошелек, сайты его запоминают. Это удобно, когда вы регулярно используете одни и те же проекты, потому что не нужно каждый раз подключаться. Но есть сайты, на которые вы зашли один-два раза и забыли про них. Есть проекты, которые соскамились. Есть проекты, которые перестали работать. И лучше, чтобы они не запоминали ваш кошелек. Откроется список всех сайтов, к которым подключен ваш аккаунт. Metamask обращает внимание, что эти сайты видят адрес вашего аккаунта. Сайты перечислены в алфавитном порядке. Те сайты, которые вы не используете регулярно, лучше отключить от метамаска. Для этого нажмите на значок корзины. Если у вас в метамаске несколько счетов, аккаунтов, то список сайтов у каждого из них будет свой. Например, у меня на первом аккаунте много сайтов. Открываю второй и на нем только один. И если вы удалили сайт из одного, то он не удалится автоматически из другого. Например, я удаляю компаунд с этого аккаунта. Захожу на другой и открываю настройки. И вижу, что из второго аккаунта сайт не удален. Другие настройки аккаунта Посмотреть на Etherscan Откроется статистика кошелька на обозревателе блокчейна. Здесь можно посмотреть историю всех транзакций в кошельке, баланс эфира и токенов в долларах. Отсюда удобно смотреть актуальные цены на комиссии в трекере газа. Детали счета Можно посмотреть адрес в виде QR-кода и набора символов. Также посмотреть его на сайте Etherscan и экспортировать закрытый ключ, чтобы использовать счет через другой кошелек. Если нажать на название счета, можно его переименовать. Просто пишем новое название и сохраняем. Это нужно только для вашего удобства, чтобы было проще ориентироваться в нескольких счетах внутри MetaMask. Например, один счет может быть личным, другой для токенов, третий для торговли. Если открыть настройки аккаунта из оконного режима, то еще появится кнопка «Развернуть». Если нажать на нее, то включится полноэкранный режим. В MetaMask есть встроенные обмены эфира на токены и обратно. Кошелек анализирует цены и комиссии на семи разных децентрализованных биржах и выбирает наилучшее предложение по соотношению цены и комиссии. Нажимаю на своп. Вверху выбираю, что хочу продать и ввожу сумму. Внизу выбираю, что хочу купить. Чтобы перейти в дополнительные настройки, нажимаю на Advanced Options. Тут мы можем выставить проскальзывание. Так как курс непостоянный, во время обмена цена может измениться. И проскальзывание означает процент изменения цены, который нас устраивает. По умолчанию здесь стоит 2%. Если при обмене цена изменится на 3%, то транзакция будет отменена, но спишется комиссия за транзакцию. А если на 1,5%, то вы успешно получите ваши токены. Обычно 2% достаточно, чтобы транзакция прошла. Но можно выбрать 1% или нажать Custom и написать свой, например, 4%. Я оставляю 2%. Чтобы посмотреть условия обмена, нажимаю Get Quotes. Начинается та самая проверка цены комиссии на 7 децентрализованных биржах. Получаем результат. Кошелек показывает, сколько мы можем купить за ту сумму, которую выставили. Это лучшая квота, то есть самое выгодное предложение. Можно нажать на квоты, то есть другие варианты обмена, и сравнить их. В стоимость также включается комиссия самого MetaMask 0,875%. Внизу написано ожидаемая и максимальная комиссии. Ожидаемую комиссию изменить нельзя, а максимальную можно изменить, если нажать на редактировать. Есть два варианта комиссии за транзакцию. Тут также можно нажать продвинутый и выставить свою максимальную комиссию. Здесь не нужно заходить на другие сайты и смотреть, какие сейчас комиссии в сети. Эти настройки не повлияют на скорость. Мы просто выставляем, сколько максимум мы готовы заплатить за комиссию. Но я бы не ставил больше, чем написано в базовых настройках. Лучше выбрать в пределах. Итак, в этом видео мы разобрали, как установить и настроить кошелек MetaMask, как им пользоваться. На нашем канале есть и другие видео про этот кошелек, в которых мы рассказываем, как отменить зависшую транзакцию при помощи MetaMask, как защитить его от взлома и от опасных смарт-контрактов. Ссылки есть в описании. Если это видео оказалось полезным, ставьте лайк. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях.